Мне, братья, сложнее, чем вам. Я приветствую вас всех. Мне сложнее, чем вам. У меня часовой перелет, и сейчас день, у меня ночь. Мне важнее не уснуть. И я буду делать все со своей стороны, возможно, чтобы вы не спали тоже. Что в сравнении с прошлым годом? Первое, это то, что я необходимое на сегодняшний день имею здоровье от Господа. То, которое я не имел в прошлый год здесь с вами. Оказалось, что пока не взяли анализ крови и не сделали рентген моих легких, я не знал, что у меня двухсторонняя пневмония, что было причиной такого моего состояния, температуры, и я не знал, что происходит. Оказалось, что это было не простудное заболевание, а вирусное, которое сопровождается иногда, бывает так, воспаление легких идет без кашля, абсолютно. И когда спрашивали моего папу, Александр Юрьевич, как ваше здоровье? Он всегда отвечал, братья, его до смерти должно хватить. Поэтому, возможно, абсолютно стопроцентно здоровых людей тоже нет среди нас. Это какое-то относительное такое понятие. Да. Второй нюанс тоже, что я стою перед вами жив, в здравии, хотя, ну, как бы немножко не надеялся, что, возможно, останусь живой, даже находясь в жилете спасательном. Ушел очень глубоко под воду, перевернулась лодка, у нас был такой выезд, церковные отцы и дети. У нас трое взрослых в горной реке, оказалось так, что мы не ожидали до этого, и я попал между камней, и уже очень много воды напился, и я не надеялся остаться в живых. А милостью Божьей сегодня вижу вас. И когда я всплыл, первое, да, что-то было увидеть своих где-то близко рядом, значит, это был не мой день. Значит, у Господа были какие-то другие планы, другие цели. Мы так много знаем, братья. Мы так много знаем. И мы живем в век, когда, ну, открываешь компьютер, вся мировая библиотека у твоих ног, то, чего не могли допустить себе отцы наши, наши дедушки в голову. Выходите сегодня на любую церковь, выходите сегодня на любую конференцию, на любой семинар, на любую библиотеку. У вас сегодня все открыто перед вами, у вас столько информации. И с другой стороны, иногда кажется, чего мы еще не знаем. Однажды приехал один очень известный проповедник современности со своим другим пастырем. Приехали в Чикаго. Проводили семейную конференцию. Мне звонит друг Веня. Так классно, так хорошо. Так, я его спрашиваю. Леша, Леша, что они тебе сказали то, что ты не знаешь? Такая пауза в телефоне. Он говорит, а точно, в принципе, ничего. А знаешь, чего у тебя челюсть повисла? Чего? Так они же приехали с PowerPoint. Они тебе открыли компьютер. Они тебе показали все на экране. Пункты, подпункты, там главная тема, вывод. Леша, ты знаешь, что есть кино цветное, а есть черно-белое? Он говорит, да. Я говорю, это то же самое кино. Только одно цветное, а другое черно-белое. Ты же читаешь ту же самую Библию. Ты же все эти истины знаешь. Братья, ну мы идем, тема какая наша, по слову твоему. А разница между знать и делать какая? Вот это то, в чем Христос упрекнул кого? Фарисеев. Он сказал ученикам своим, вот так, как они вас учат. Правильно учат, правильно знали. В чем была проблема? Они не поступали так. Они не жили так. Когда появилась эта возможность, братья, предложили этим мыслью поделиться. Я думаю, это будет полезно для нас. По времени, конечно, мало у нас, мы не укладываемся, но то, что может быть самое главное, попробуем озвучить. Текст, который хотел предложить, он записан на Евангелие от Луки, 5 глава. Пять стихов вот этих, с 27 по 32 текст. 5, 27, 32, Евангелие от Луки. После всего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Левий в доме своему большое угощение, а там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, грешников к покаянию». Три вопроса, на которых мы попробуем ответить сейчас здесь, с Божьей помощью. Первый вопрос, кто сказал эти слова? Второй вопрос, кому адресованы эти слова? И третий вопрос, что означают для нас эти слова? Не секрет, что больше всего определений, с чем сравнивает, или с кем сравнивает, евангелист личности Иисуса Христа принадлежат Иоанну. Иоанн будет целый перечень, когда будете внимательно читать его Евангелие или Послание, Иоанн будет говорить, целый перечень, с кем он сравнивает Христа. Его цель была предоставить Христа стопроцентным Богом. Иоанн Геелуки представляет нам Христа стопроцентным человеком. Иоанн говорит, что это хлеб жизни, Иоанн говорит, что это дверь, Иоанн говорит, что это пастырь добрый, Иоанн говорит, что это свет миру, Иоанн говорит слова, которые Христос скажет однажды, что Он есть воскресение и жизнь, Иоанн говорит, что Он учитель и Господь, Иоанн говорит, что Он лоза виноградная. Интересно, братья, что всегда, если мы вот эти вещи будем читать, Христос стоит всегда впереди. Всегда стоит впереди. И Он так и начинает Свою Евангелие, Он пишет, что все через Него. То есть Он первопричина, Он источник, Он тот, кто стоял у руля всего того, что происходит и произошло, и будет происходить. Он центр вселенной, Христос. И Павел однажды скажет эту мысль в одном послании, что все им, через Него, и в конечном итоге к Нему. Вот это очень важно, знать, что Христос всегда первый, что Ему принадлежит первенство, Он переворотный между братьями. У каждого учителя есть ученики. Ну, хороший, он плохой, но все равно, есть у каждого учителя свои ученики. Много их или мало, это другой вопрос. Какая цель ученика, когда он поступает в любое учебное заведение, когда он что-то у кого-то хочет научиться? У него одна цель у ученика – дорасти хотя бы до уровня учителя. И так однажды скажет Иисус, довольна для ученика, чтобы он был как учитель его. Довольна. То есть это уже какой-то статус положения, это уже что-то, чего достигает человек, мог бы сказать, вот это какая-то уже высота. Довольна, так сказал Христос. Какова задача любого учителя? Задача любого учителя, естественно, научить, что-то передать, то, чем он владеет. Задача любого учителя. Что для этого нужно? Братья, всегда для того, чтобы чему-то научиться, первое, нужно время, и второе, нужно желание. Потому что если человек учится, например, как я, меня родители послали во Львов, профессиональное техническое училище номер 32, никогда его не забуду. Они послали меня туда учиться. Я три года ездил туда, в этот Львов. Я вывозил Запорожец туда. Если суммировать эти деньги, сколько они на меня потратили. Знаете, кто перед вами стоит? Я вам говорил, портной мужской верхней одежды четвертого разряда. Я не пошил ни одного костюма за свою жизнь. Да, единственное, что умею сегодня, это огладить или утюжить брюки и так далее, что делаю очень неплохо. Но, понимаете, нужно время и нужно желание. Если у тебя нет желания, таково будет и качество, такой будет и результат. Это абсолютно всегда. Иисус Христос однажды на этой, как мы говорим, тайной вечере, да, Он однажды скажет, что вы называете меня кем? Иисус Христос, учителем и Господом, и правильно делать. А если это так, а это действительно так, то слова, которые говорит Христос, они приобретают огромную силу, и они имеют божественную окраску, потому что это слова самого Господа. И однажды, мы начинаем в Писании, многие тексты, многих авторов разных, и в Новом Завете, и в Старом Завете, нет подобного тебе. Михаил скажет, кто как ты, Бог, прощающий беззаконие. И Исаия скажет, что подобного тебе нет, и не было, и не будет, потому что он уникальный. И Давид скажет, что ты прекраснее всех сынов человеческих. Это то, что касается, друзья, кто сказал эти слова. Второй момент, кому сказаны эти слова. Естественно, в 27 тексте мы прочитали с вами, что он увидел мытаря именем Левия. Сам Левий или сам Матфей в своем Евангелии будет называть себя этим именем Матфей, потому что трижды мы встречаем Евангелие. У Марка написано, что это Левий Алфею. Но когда мы посмотрим, это будет одна и та же личность. Кстати, имя Матфея, оно означает «дарованный Богом». Дарованный Богом. Это одна и та же личность. Что это за личность? Она стоит немножко определение, это и рот его занятий стоит перед этим. Он увидел мытаря. Кто такой был мытарь? Все прекрасно понимаем. Человек, который был неуважаем людьми. К этому человеку пришел Христос. К этим людям пришел Христос. Он заканчивает, будет вот эту фразу, которую мы прочитали, что нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Вот этими больными людьми были мытари и грешники, которые приближались ко Христу. За что его упрекали фарисеи, что он ест и пьет с ними. И им казалось, что он должен был в их компании находиться, в то время, когда Христа тянуло совсем в другую сторону. И куда его тянуло? Его тянуло туда, где беда. Его тянуло туда, где в нем нуждались. Его тянуло туда, кто имел нужду во враче, кто был больным. Которые эти себя не считали таковыми. Они были праведны в своих глазах. Вот там были эти воры, блудники, прелюбодеи, пьяницы. Эти люди, которые были с незавидным прошлым и настоящим. И вот именно за общение с ними фарисеи упрекали Христа. Это были уставшие от греха люди. Это были уставшие, это люди с разбитыми судьбами, с разбитыми семьями. Эти люди без всякой надежды были в своей жизни. Эту надежду подарил им Христос. Левий был один из них. Левий был один из них. Что сказал ему Иисус? Следуй за мной. Куда пошел Христос, братья? Куда пошел Христос? Он пошел к Левию домой. Это очень важная деталь. Это очень важная деталь. Когда Иисус Христос встретился с Захеем, он тоже пришел к нему домой. Наше следование за Христом начинается с нашего сердца. Оно начинается с нашего дома. Потом ты можешь пойти дальше. В Бразилию, в Кению, в Танзанию, в Аргентину, в Ночукотку. Куда угодно. Но следование за Христом, проверка нашего следования, оно начинается откуда? С нашего дома. Вот почему, когда избрание на служителей происходит, там сказано так. Как он может пищиться в Церкви Божьей, если он что? Не совладал со своей собственной семьей. Если он не смог научить своих детей честности, послушанию и многих других вещах. Но он хочет быть пастырем. Одного желания мало. Нужно условия исполнить, которые Христос, или требования, которые Христос выдвигает нам за нас. Для нас. Что означает, братья и сестры, что означают для нас эти слова? Следуй за мною. Следуй за мною. Это не впереди меня, иди. Это не сбоку, это не рядом. Это иди за мной. Поэтому слово последователь, мы так и понимаем, что по моим следам. Другими словами, иди туда, куда я иду. Это то же самое, что как определение быть за мужем. Не впереди мужа. Даже не рядом с мужем. А быть за мужем. Первенство отдавать мужу. И иди за ним, тебе будет хорошо. Тебе будет благословенно и легко. И все те, кто так не делают, они будут иметь в жизни проблемы. Но это точно, Петр говорит, дабы мы шли по следам Его. Что это значит, друзья, братья? Что это значит? Что это значит идти по следам Христа? Я бы хотел спросить, вот слова, которые сказал Христос Левию. Следуй за мной. Это было приглашение? Это было повеление? Мне кажется, что это было два в одном. Это и приглашение, как магнит, который потянуло Левия, потянуло Матфея. И с другой стороны, это было и повеление. Но я хочу сказать, что счастье Матфея было в том, что он проявил в этом случае послушание Христу. Потому что не все люди, которых звал Христос, пошли за ним. Не все люди, которых и сегодня зовет Христос. Посмотрите, деяние апостола. Бог повелевает людям, что сделать? Бог повелевает, да? Почему люди не все каются? Если Бог повелевает, что Бог потерял силу? Если Бог что-то повелевает, оно должно совершаться. Почему люди? Здесь вступает противодействие врага. Здесь вступает противление человеческой воли. Следуй за мной. Это и призыв, с одной стороны, и это и повеление. Это значит, друзья, смотрите, между теорией и практикой очень маленькое расстояние. Куда я иду, иди за мной, слушай то, что я тебе говорю, смотри то, что я делаю, другими словами, учись у меня. Вот это все теория. А вот практика заключается в следующей фразе. Делай так, как я. Другими словами, если ты хочешь чего-то кому-то... Вот у меня сейчас дома идет стройка. Стройка идет дома, и сын мой там на компьютере сидит, учит уроки с утра до вечера. Я говорю, сынок, сколько раз тебя папа просил, если ты хочешь, чтобы я что-то тебя научил в жизни, будь рядом со мной. Смотри, как я делаю, смотри, перенимай, даже молча ничего не делай. Смотри, просто впитывай, как я работаю этой пилой, как я работаю этой дрелью, как я работаю этим миксером, как я работаю с спателем. Смотри, что папа делает, учись, иначе тебе негде будет научиться. А какая цель у Христа, братья? Цель у Христа следующая, сделать тебя своим учеником. А для чего? А для того, чтобы в жизни ты помог кому-то то же самое сделать для другого. Цель у Христа сделать нас своими учениками, своими последователями, те, которые пойдут однажды за ним. А это требует огромной любви и огромного терпения. Сколько Бог над нами работает, чтобы чего-то добиться в жизни. Бог над нами проявляет столько времени, столько любви и столько терпения Бог проявляет над нами. Но оно этого стоит. Когда я сейчас смотрю на своих детей. Мы нашу дочь, я говорил как-то, мы нашу дочь несколько лет возили в Сиэтл, нашли одного хорошего специалиста, учитель по скрипке. Мы три года возили ее, два с половиной часа от нас, в одну сторону, на один урок. Братья, ну когда ты думаешь, ну идиот какой-то, что нельзя ближе, где-то рядом, подешевле найти. Братья, ну это стоит, понимаете? Ты не смотришь ни на время, которое ты потратил, ты не смотришь ни на средства, которые ты потратил. Ты смотришь на перспективу, ты смотришь на потом, на результат. И когда ты смотришь и видишь, что результат есть, тогда ты понимаешь, что это было не зря. Когда есть результат, ты понимаешь, что это было не зря. Не зря. Когда Бог смотрит на нас и видит результат, Он понимает, что не зря. Он столько времени над нами провел. Воспитывая нас, преображая нас в свой образ. Какова цель у Христа? Мы говорили, что цель у Христа сделать нас своими учениками. Интересно то, что, друзья, это призыв не толпе. Потому что Бог не спасает толпой. И как однажды брат очень такой видный говорил, Бог колхозом не спасает. Бог спасает персонально, лично каждого человека. И лично с каждым имеет дело, контакт, отношения. У Бога с каждым свое дело. Он персонально работает над каждым из нас. Поэтому если причиной нашего следования за Христом не является... Братья, если причиной нашего следования за Христом не является наша глубокая личная любовь к Нему, все остальное это ложная мотивация. Если причиной, почему я пошел за Христом, не является моя глубокая любовь к Нему, все остальное это ложная мотивация. Почему? Потому что первая заповедь, она говорит так, возлюби. Мне очень нравится это слово. Я часто очень его вспоминаю, я очень часто его практикую, потому что для меня есть огромная разница между словом «возлюби» и «полюби». Почему-то не сказано здесь в этом тексте «полюби Бога всей душой своей». Слово «возлюби» означает, что поставь Его превыше всего. И когда вы читаете песни-песней, там очень четко выражены это отношение. Он кто? Возлюбленный мой. А скажите, а сколько у него было этих женщин? Одна. Единственная, которую он мог так назвать, все остальные кто были? Жены и наложницы, которых он не любил. Но одна единственная, которая превзошла и всех, и он ее воспевает здесь. Она его называет кем? Своим возлюбленным. Поэтому и первая заповедь говорит «возлюби». Поставь Его превыше всего. И если ты решил пойти за Ним, то доверь ему свою жизнь. Вот это слово «возлюби». Он первый и последний. Он единственный и неповторимый. Он мой. Он мой личный возлюбленный. Второй момент – это мой личный спаситель. Почему я иду за Христом? Потому что во Христе я нашел спасение своей души. Вот этого имени как раз не хватало так мне в моей жизни. За кем же, кому отдать предпочтение? Посмотрите, сколько сегодня людей, сколько сегодня лидеров, которые хотели бы увлечь вас за собой. Чтобы вы пошли за ними, чтобы вы слушали их, чтобы вы стали их последователями, их почитателями, и чтобы они были вашими кумирами. Но есть единственный, кто достоин того, чтобы мы за ним пошли. Потому что в нем спасение. Имя Христа. Павел говорит, что еще один момент, почему он пошел за Христом. В первом послании к Коринфянам мы читаем 9 глава 23 текста. Посмотрите, Павел говорит. «Сие же я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Это значит, это цель. Цель, или другими словами, необходимость следования за Христом. Какова? Стать активным участником в деле спасения людей. То, о чем я говорил, это идея Христа. Сделать кому-то то же, что однажды было сделано на небесах. И Петр будет однажды начинать 5 главу, как мы говорим уже, 5 главу. В первом послании он говорит, «Я сопастый, свидетель страданий Христовых, соучастник славы, которая скоро должна открыться». Он говорит, «Я». Заметьте, как он называет себя? «Со». Он сопричисляет себя к этим людям. Он становится частью этого. Он становится соучастником Божьей славы только после этой земной жизни, если с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Это условие. Если с ним страдаем, мы будем с ним прославлены там. Это условие, которое ставит перед последователем своими свой учитель. А вот теперь я хочу перейти к этому разделу. Каковы условия следования за Христом? Братья, ничего нового я им сегодня не скажу. Но я хочу, чтобы мы сравнили это по слову твоему или нет. Это очень важно. Помните Матфея 16 глава? Условия эти здесь сокрыты. Несколько. 16 глава, с 24 текста Христос говорит. «Тогда сказал Иисус ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Заметьте, если кто что хочет идти за мной, скажите, здесь присутствует выбор человека или нет? Здесь присутствует воля человека или нет? Здесь присутствует какое-то присутствие разума даже, обыкновенного человеческого разума. Потому что если нам воспринять эту идею, что человек абсолютно... Да, я с этим согласен. Да, он абсолютно, тотально мертв, но он не настолько мертв, чтобы не слышать и не принимать решения в пользу или не в пользу Христа. Если кто хочет, а можешь и не хотеть, а можешь и не пойти, идти за мной. Это принудиловка? Нет. Нет. Бог дает тебе возможность, Бог дает тебе право, Бог приглашает тебя, Бог повелевает тебе, но с нашей стороны остается принятие решения, зафиксировать это и реализовать его в действии. Это добровольно. Три текста, которые прочитаю очень быстро. Бытие 24 глава. Бытие 24 глава. Помните, да, что здесь сказано? 58 текст. Бытие 24, 58. Их нечто будет объединять всех. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Матфея мы читаем 9 глава. Это уже возьмем то же самое призвание Матфея. Или Левия, как мы говорим, 9 глава, 9 текст. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора, пошлин. По имени Матфея говорит ему, следуй за мною. И он встал и последовал за ним. И последний текст, это Евангелие Луки. Давайте мы возьмем 5 глава. Здесь о рыбаках, и о ловле, и о безудочек. Посмотрите, 5 глава, 11 текст. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Есть легкомысленные очень решения, которые мы принимаем вот так. Быстро. Если вам сейчас сказали так, братья, собирайтесь на улицу, вас обусы ждет, улетаем на Гавайи. Отдохнуть на недельку. Вам долго торговаться надо было? Я думаю, недолго. К чему я веду? Я говорю о том, что есть разного рода решения. Есть решения, которые принимаются очень быстро. Очень быстро. А есть решения, которые требуют такого, знаете, длительного, внимательного подхода, очень скрупулезного, детального. Иногда очень часто люди долго молятся, где-то посты назначают, потому что важность дела. Важность дела, она предопределяет принятие этого решения. Но один говорит, я пойду за тобой. Христос говорит, серьезно? Ну да, куда ты пойдешь, я готов пойти за тобой. Серьезно? А куда ты? Ты пойдешь за мной туда, куда я пойду? И однажды скажет Христос ученикам, чашу, которую я буду пить, вы тоже будете пить. Вы пойдете туда, вы пойдете этой дорогой. Апостолы на себе исполна испытают это. Петр говорит Христу, я пойду за тобой куда? И в темницу, и на смерть. Петр, серьезно? Как же плохо мы себя знаем. Братья, когда мы говорим о брате рядом, «Да я его знаю, как облупленного, как своих пять пальцев». Берегитесь этих слов ради Бога. Мы сами себя не знаем. Мы сами себя не знаем. Мы иногда так легко за ближнего говорим. Я его знаю, как облупленного. Я лучше... Мы сами себя... Петр не знал. На самом деле, на что он способен, вот такие критические моменты. Трижды и в эту ночь, чем дважды проповедет петух, Петр отрекается. Кто-то сказал одну такую фразу, что жизнь по сравнению с вечностью – это мгновение. Но как раз именно в это мгновение решается, где ты проведешь вечность. Как раз в это мгновение решается... И чем серьезнее дело, я сказал, тем взвешеннее, обдуманнее должно быть, принимая решение. Потому что все имеет свои последствия. Молодые люди сидят здесь, братья. Например, так много искушений сегодня. Человек закурил первый раз, он должен понимать, что последствия могут быть. Человек запил, человек загулял. Всегда человек должен думать о последствиях. Что они есть, они будут. Если не сейчас, то может быть позже, но всегда приходят. Соломон тоже однажды скажет, ты не смотри на вино, как оно искрится в чаше. Оно впоследствии. Оно сделает свою работу, но немножко позже. Немножко позже потом. И если человек решает идти за Христом, то он должен сесть. Я считаю так, обдумать, взвесить. Потому что Христос скажет однажды, взявший плуг и озирающийся назад. Неблагонадежен для Царства Небесного. Потому что следование за Христом это не прогулка. Следование за Христом это не какая-то развлекаловка. Следование за Христом это добровольное согласие на свою смерть. Следование за Христом это добровольное согласие на свою смерть. И если этой готовности нет, пойти за Христа на смерть, значит я не готов быть его учеником. Это принятое решение в действии. Посмотрите, что мы прочитали с вами. Ученики, вытащив обе лодки, оставили все. Языком бизнеса это было очень тупо и глупо. Можно было бы на рыбе этой столько сделать капусты. Но они оставили все. Ради кого? Ради Христа. Матфей бросает все свои ящики, все свои деньги, все что там он делает. Есть образ жизни, всю работу, но ради Христа. Встал и пошел. Каковы последствия? Первое условие мы читаем с вами, что Отвергни себя. Что это значит, братья? Другими словами, забудь за себя. Умри для себя. Для твоих интересов больше не существует. Потому что твоя воля, она Починена воле его. И теперь ты уже не себе угождаешь, не людям, А угождаешь Богу. Это добровольный отказ От самого себя, чтобы дать место Христу. Павел пишет послание Галатам и говорит Уже не я живу, но живет во мне Христос. Павел, ты куда делся? Павел никуда не делся. Но он отдал первенство Христу. Павел не вышел из себя. Павел не перестал существовать. Но он отдал первенство Христу. А где ты, Павел? Павела нет. Павел тень За Христом. Он первенство отдал Христу. Более того, однажды Павел скажет Послание филиппийцам, что Братья, смотрите на меня И смотрите на тех, Которые поступают по образу, Которые видели в нас. Оказывается, Павел не был самородком таким. Павел не только был один человек во вселенной, Который сказал, что Подражайте мне, как я Христу. А Павел говорит, смотрите на тех, Ищите их. Они есть здесь рядом около вас. Они, может вы, Одна часть из них, Или вы ими являетесь. Смотрите на тех, Которые поступают по образу, Которые видели в нас. Что это за образ? Образ Христа. Это те, которые идут по следам Христа. Знаете, когда человек вступает в семейную жизнь, И если он неправильно мотивирован, То у него не будет жизни. Если он создает семью для того, Чтобы быть счастливым в браке, Он уже проиграл. Почему? Потому что человек, входя в жизнь, Разделяя с кем-то чужую ношу, Чужую боль, переживание, Чужую долю и судьбу, Он умирает для себя. И если это смерти друг для друга не произошло, Это будут два эгоиста под одной крышей. Это будет название только семьи, Но жизни не будет там. Потому что каждый будет продолжать жить для себя. Предразумевание, отказ от себя, Отвергни себя, умри. И поставь теперь ее интересы превыше своих. А у нее точно то же самое должно произойти. Она не думает о себе. Она думает о муже. И прежде чем идти что-то делать или покупать, Она думает, что ему надо. Почему? Она отказалась от себя, Умерла для себя, для своих желаний. И вот это обоюдное думание друг о друге, Делает этот брак счастливым, благословенным, Делает этот союз монолитом, неразрывным союзом. Это умри для себя. Это смерть для себя. Для чего? Потому что, чтобы первенство Христу дать. Второй момент. Второй момент, братья и сестры. Я уже третий, да, сегодня? Третий. Два немца и один украинец. Автоматическое, как бы сказать. Хотя, сестры там есть. Плохо, что нет экрана, чтобы они нас видели там внизу. Чтобы они нас видели внизу. Отвергнуть себя. Первое, что Христос скажет. А это означает, что не искать славы себе. Христос скажет однажды, что Он не ищет славы себе, но ищет славы пославшего Его. Он искал славы тому, кто Ему поручил определенную миссию. И Он исполнял волю того, кем Он был послан. И если ты это делаешь, то тот, кто тебя послал, начинает прославлять тебя. Братья, это тексты Писания. Христос говорит, я не ищу славы Своей. Но тот, кого я прославляю, Он прославляет Меня. И мы не должны этого бояться. Это не какое-то там, знаете, звездомания, или кумиромания, или там идолопоклонство. Нет. Бог прославляет Своих. Те, кто ищет славы Ему. Это не мне, а я тебе. Нет. Это Божья сторона. Уходя с этой земли, Христос скажет слова, я прославил тебя на земле. Поэтому, если моей мотивацией или следованием моим за Христом не является желание отдать не только первенство, но и славу тому, кому она принадлежит, это неправильная мотивация. Смогу ли я так, уходя с земли, сказать, как сказал Христос, я прославил тебя на земле? Второе условие, которое Христос здесь озвучит, возьми крест свой. Мы всегда представляем, что крест – это орудие казни, такой болезненной, унизительной смерти. И каждый сужденный должен был в то время нести его к месту казни. Он был его личный. И Иисус был готов в своем решении, мы говорим, исполнить волю Отца до смерти, и смерти крестной. Братья, на одну деталь хочу обратить внимание. Эта смерть была незаслуженной. Эта смерть была не его. Эта участь была моя и твоя. Это наша была участь. Эта смерть была незаслуженной. И если мы в своем решении не готовы пойти за Христа на крест, мы не можем быть его учениками. Мой вопрос сегодня – как далеко я готов пойти за Христом? Некоторые люди готовы пойти только до двора Каиафы. Некоторые готовы постоять у голов. Как немного людей сегодня, которые ради Христа готовы пойти с Ним на смерть. Если смерть Христа была незаслуженной, если мы ради Христа удостоимся чести пойти на смерть за Христа, то наша смерть тоже будет незаслуженной. Но этой смертью возвеличится и прославится Бог. Это определение настоящего ученика, который готов пойти за Христом на смерть. С другой стороны, это не только наши стоны по поводу плохой, может быть, жены или непослушных детей, или, может быть, недостаточного здоровья, или каких-то жизненных наших неудобств. Некоторые говорят, что это тоже крест. Я сказал бы, что это даже, с другой стороны, это готовность наша войти в чужую боль, в чужую судьбу, в чужие страдания, подставить плечо, разделить горе. Вот почему апостол Павел говорит, что носите бремена друг друга, входи туда, и это тоже будет твоим крестом. Это нелегко. Это нелегко, но это разделение чужой беды, это тоже крест. Вот оставить все свое на задний план, отказаться от своих интересов, сосредоточиться на исполнении Божьей воли и быть готовым пойти за Христа на незаслуженную смерть. Это признак настоящего ученика. Ну, это третье условие, в которых здесь сказано, что он встал и пошел. Матфей встал и пошел. Когда это возможно? Когда человек может встать и пойти? Когда он смотрит, кто говорит, и он понимает, что это за личность. Поэтому мы говорим так, что, смотря на Христа, Матфей увидел в нем вождя, увидел лидера, увидел учителя, увидел Господа, увидел человека власти, увидел человека, от которого исходила божественная сила. И он встал и пошел. Послушание, оно возможно только в полном признании власти, этеретета Христа и нашей полной зависимости от Него. Делать то, что говорят. Делать то, что говорят дома. Делать то, что говорят на работе, что говорят в церкви. Потому что нельзя идти за Христом и не делать того, что Он говорит. Послушание – это повиновение Господу. Бог – это верховная власть. Христос – это верховная власть. Муж в доме – это верховная власть. Мать для своих детей в доме – это верховная власть. Церковная, светская, любая – это верховная власть от Бога. Иначе это хаос. Иначе это хаос. Филипп тоже, когда ему ангел сказал, он встал и пошел. Еще одно, братья, условие, которое должно быть у нас, когда мы идем за Христом – Это полное доверие. Это полное доверие. Что это такое? Это когда ты можешь самого себя доверить или отдать в чьи-то руки. Это шаг веры в неизвестность. И когда мы прочитали с вами о Ревеке, ее спросили, ты пойдешь с этим человеком? Она сказала, пойду. Фейстайма не было, фейсбука не было, фотоаппаратов не было, и у Ильи Азара ни одной фотографии Исаака не было, ничего не было. Она делала шаг веры. Это был прыжок. Прыжок в будущее, прыжок в неизвестность. Она это делала, встала и пошла. Друзья, вот если у нас есть такое доверие Христу, встать и пойти за Ним, а что придает нам уверенности? Этой уверенности нам придает осознание, что все контролирует Бог. И с Его поля зрения ничего не выпало. Все контролирует Бог. Страшно? Да. Братья, по-человечески, даже любому мужчине страшно. Идти куда-то, куда не зная куда. Идти куда-то, не зная, может быть, зачем. С кем. Страшно. Доверить себя в чужие руки очень страшно. Но Богу нет. Почему Господь говорит, не бойся, я с тобой. Вот это осознание присутствия Бога в нашей жизни, оно дает нам уверенность, чтобы Бог не потерял ни тебя, ни твою ситуацию, ни твою жизнь из виду. Все контролирует Бог. Я пойду впереди тебя. Всегда и во всем. Ты не останешься один. Поэтому брать Богу нужно. И можно доверять, потому что Он не человек, чтобы им лгать. Бог таких людей ищет. Бог хочет видеть нас, надежных, проверенных, храбрых воинов в Его армии. Но доверие приходит со временем. Доверие приходит со временем. Из робких, вот таких, я говорю, боязливых учеников, они стали посвященные Богу мужи. И если они разбежались в одно время, если они оставили, предали Христа в одно время, то потом они за этого Христа. Они ушли каждый в свою сторону для того, чтобы эту чашу, которую Христос сказал им, будете пить, испить ее до дна. И они, как никто на себе апостолы, поняли, что значит пойти по следам своего Учителя. Это быть готовым за Христа. Незаслуженно принять смерть. Авраам поверил Богу. Доверился Богу. Не зная, куда идет. Иакову Господь является и говорит, возвратись в землю Отцов Твоих. Куда, Господи, Исаав, там проблемы, беда, там моя смерть. Господь ему говорит, я буду с тобой, Иаков. Вот это заявление Бога, оно делает уверенными наши шаги в бою. Я пойду с тобой, я наставлю тебя, я вразумлю тебя, я помогу тебе, я держу тебя за правду. Я с тобой. Иногда нам так кажется, что Бог нас оставил. Никогда. Никогда. Поэтому доверие, оно полное, подразумевает наше доверие Богу. Последний момент хочу сказать здесь, что еще одним очень важным условием пойти за Христом является наша посвященность. Это условие следования за Христом, оно подразумевает, братья, верность. Верный – это проверенный. Верный – это надежный. Верный – это тот, кому можно доверять, кто не предаст, кто не подведет, кто тебя не изменит, кто будет с тобой до конца в любых твоих обстоятельствах. Мне очень нравится выражение «Кто такой друг?» Друг – это Который знает о тебе все и продолжает оставаться твоим другом. Вот эта верность в дружбе, вот эта верность нашей посвященности Богу. Бог таких людей ищет. Это постоянство, ничего не зависящее. Бог такими людьми ценит. Нет, нет ли, обещают люди, которые вступают в брак друг к другу? Потому посвященные люди, они всегда верные. Верные люди, они всегда ответственные. Вот почему мы сегодня вспоминали, что верный в малом, он над многим будет поставлен. Последние, братья, хочу несколько слов хотя бы поговорить о нашей цене, которую мы должны быть готовы платить, пойдя за Христом. Все в этом мире имеет цену. Даже подарки, которые для нас ничего не стоят, но за них кто-то оплатил уже. Однажды мы зашли в один из ресторанов, и когда мы подошли к кассе нашей семьей, это кассир, который там стоял, она сказала, что за вас заплатили. За вас заплатили. Все имеет свою цену. И даже если нам это за даром получился этот обед, то для кого-то он стоил. Поэтому заплатить, это значит чем-то пожертвовать. Заплатить, это сделать добро из любви только. Потому что все, что не сделано из любви, ближним нашим в глазах Бога не имеет никакой цены. Это тот пример, который мы имеем во Христе. Поэтому вера, она должна подвергнуться испытаниям, она должна быть тестирована. Знаете, только она сможет так умножаться и расти. Золото можно расплавить только огнем. Золото можно очистить только огнем. Вера, она должна испытана быть где? Обязательно в страданиях. Я хотел обратить внимание на двоякое понимание слова цена. Первое, это то, что я хотел бы платить или думал бы платить, пойдя за Христом. Что сделал Левий? Левий от всего отказался. Он оставил все, то, что было ценно для него, то, что приносило ему деньги, прибыль, то, что кормило, возможно, его семью. Он оставил все ради чего? Ради кого? Ради Христа. Что делают ученики с рыбой, которые мы прочитали? Они две лодки вытащили. Две лодки вытащили. Иуда, бедный, он бы посчитал сразу, сколько там рыбы, сколько килограмм, за сколько можно было бы продать эту рыбу. Они все оставляют ради кого? Ради Христа. Пошли за ним. Почему? Я сделаю вас ловцами человеком. Для Бога люди важнее, чем рыба. Для Бога люди важнее, чем деньги. Для Бога человеческая душа важнее всего. Нет ничего дороже Христа. Вот почему это поле, на котором было это сокровище, написано, что этот человек, узнав, что там, на этом поле, есть это сокровище, он совсем расстается, он все продает, он от всего избавляется. Ему нужно это поле. Почему на поле сокровище там? Павел говорит, у меня такая дорога открывалась, а я все оставляю. Почему? Он увидел Христа. Что он увидел? Он увидел что там, перспективу какую-то? Он увидел легкую жизнь? Нет. Он увидел совсем другое. И Дух Святой ему открывал, что узы и скорби его ждут. И Ананий Господь открыл. Я скажу ему, сколько он должен. Это жизнь непривлекательная. По-человечески это потерянная жизнь. Но это была благословенная жизнь. Жизнь с Богом и для Бога. Вот почему Петр скажет, что он для нас драгоценность. Есть вещи, братья, несовместимые с Божьей святостью. Поэтому должна происходить смена хозяина. Когда Христос приходит в жизнь, изменяется смена ценностей. Изменяется смена образа жизни. Наших обычаев, в которых мы держались. Изменяется мышление старое. Изменяются привычки. Изменяются старые друзья, увлечения. Изменяется музыка, одежда. И Павел говорит, вот это теперь все отложите. Потому что если вы хотите идти за Христом, это не пойдет. Оно чуждо Божьей природе. Одевайтесь в другую одежду. Принимайте совсем другой образ. И начинайте по-божьему мыслить и жить. Только так будет определяться по-настоящему ученики Иисуса Христа. Чем я готов сегодня платить ради Христа? Работой, возможно, моей карьерой, каким-то уважением, признанием, какой-то свободой, а может быть и жизнью. Наши временные страдания, апостол Павел пишет римлянам, они ничего не стоят в сравнении с той славой, которая должна открыться. Вот мы сейчас в эти дни будем говорить о той славе, которая открыться должна где? В будущем. Но мы на пути. Мы еще остаемся сегодня. Вот мы живем сейчас здесь, сидим, и наш путь следования за Христом продолжается. И мы должны тестировать себя, мы должны проверку делать себе, остановку. Потому что наша жизнь на земле должна быть жизнью только в перспективе неба. Выбор всегда был и выбор всегда останется. Выбор всегда был и выбор всегда. Легкого христианства не бывает. И апостолы очень скоро это поняли. Что христианство это не то, что люди представляли себе. Однажды Христос будет говорить притчу о Сеятеле, и Он скажет о людях, которые с легкостью поверили, которые приняли Ивангелие, которые уверовали во Христа. Но когда случилось гонение, когда пришло испытание их веры, когда пришла скорбь, написано, что они что сделали? Они отпали. Они не такое христианство представляли. Они не такую жизнь себе хотели. Они хотели безболезненную, беззаботную. Они не хотели пойти по следам Христа. Вторая глава, или первая глава послания филиппийцам заканчивается словами, «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вот почему мы являемся мусором для этого мира. И этот мир хочет от этого избавиться. Последний момент, второе значение слова «цена» – это то, чем говорит брат Яков сегодня. Это та награда, или то, чем хочет почтить тебя Небесный Отец. Христос говорит в Евангелии Теона, «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и где я, того почтит Отец мой». Это наследство, это венец жизни, это право сесть на престоле со Христом, это право находиться в Его присутствии, в Его славе во веки веков. Это не автоматически, это не всем. Это верным, это послушным, это побеждающим до конца, это пожертвуем всем в своей земной жизни ради Господа. Вот это итог, вот это финал. Поэтому в одном из христианских гимнов поем «Стоит бороться, стоит, друзья, ради этого жизнь всю отдать». Итак, что значит слова Иисуса, которые Он сказал Матфею однажды, и нам всем в жизни однажды, Христос сказал, следуй за мной. Итак, братья, четко и внимательно слушай мои инструкции. Другими словами, это мои заповеди. Четко и внимательно слушай мои инструкции и мои команды. Это заповедь. Дальше. Делай то, что я говорю тебе. Это послушание. Следующий момент. Отдай мне твои заботы и твои проблемы. Что это значит? Господи, это доверие. Не сходи с дистанции до конца. Что это? Это верность. И каждый день учись у меня. Что это значит, братья? Это ученичество. Это то, кем хочет видеть нас Христос. Довольно для ученика, чтобы он был как учителевой. Постоянно имей в виду конечный пункт назначения. Я хочу привести только один пример. Однажды в одном из штатов одну женщину судили, христианку. Ее звали Ким Дэвис. Так как она работала в государственном аппарате, она должна была быть обязана регистрировать однополые браки. Она отказалась это делать, ее судили. И вот на суде, послушайте, что она говорит. Я взвесила все, и я готова идти в тюрьму. Дело не в геях или лесбиянках. Дело в том, что нужно соблюдать закон Божий. Легко говорить о своей вере, а вы попробуете делать так, как вера предписывает делать. Я очень тверда в своей вере. Я не оставляю совесть и душу в автомобиле, прежде чем начать свою работу. И не делаю вид, что я не такая, какая есть. Мне не нужна слава. И я не хочу быть неким символом страданий за веру. Просто так вышло, что Господь выбрал меня быть в это время, в этом месте. Я ничем не отличаюсь от других христиан. Сейчас пришло для меня время отстаивать веру. Придет оно и для других. Адвокаты ее, или тех, кто подали на нее эту жалобу, они предлагали суду, чтобы они отпустили Дэвис, если она откажется от этого и начнет дальше делать то, что она должна была делать, если она перестанет нарушать закон и будет регистрировать однополые браки. Судья согласился на такой компромисс, но Дэвис от него отказалась. Братья, вы помните одну песню, которая однажды была стихом? Говорят, что эта история, правдивая история. Говорят, что где-то это было в Средней Азии. Я не знаю автора, может быть, кто-то знает эту сестру. Но ее перу принадлежат эти слова. Когда в ее жизни появился мужчина неверующий, который очень полюбил ее. Когда она была христианкой, он готов был жениться на ней. И у нее стал огромный выбор, что ей делать. Знаете, что она сделала? Она написала ему письмо. И в этом письме были следующие слова. Даже если всю землю ты сложишь к моим ногам, даже если за слово не верю, ты построишь мне звездный храм. Если звезды с луною заставишь ее днем светить, и на льду для меня зимой будешь розы растить, то и тогда все равно я пойду за Ним, за Иисусом Христом. Моим. Буду тихой рабой Его, буду смелой слугой Его и послушно пойду вслед за Ним. по шипам и по склонам крутым. Пусть изранена буду в суровом бою, пусть мне будет труднее, чем людям в любом краю, пусть я слезы порой не смогу сдержать, со Христом буду путь свершать. Вот это, чего я желаю себе Его. Братья, идти за Христом это не престиж, это привилегия. Страдать за Христом это честь. Умереть за Христа это слава. Поэтому пусть Бог нам поможет в рассуждениях наших, исследуя нашу жизнь, проверяя наш путь за Христом. По слову мы Его идем. За Ним. Или нет. Пусть благословит нас за Дом Господь. Аминь.